Здравствуйте, дорогие друзья! Ми-24D. Машина уже достаточно долго живущая в игре и появилась вместе с началом теста вертолетов. Правда, на тот момент это была совершенно другая машина с меньшими возможностями. Ну и вот сегодня мы посмотрим на Ми-24D во всей его красе. А поводом для этого стало обновление сыны Аттилы, которая добавила в итальянскую ветку ни много ни мало три Ми-24. Это Ми-24D, Ми-24V и премиумы Ми-24P. Но нас интересует прежде всего модификация D. Ми-24 вертолет шикарный и вооружение здесь отлично себя показывает, ну а также характеристики. Это тот случай, когда все срослось правильно. С другой стороны есть и шероховатости, но вот возьмем хотя бы характеристики. Отличная динамика, скороподъемность, скорость 320 км в час, он по этому показателю далеко отрывается от большинства собратьев. При этом скорость он и то развивает даже максимально загруженной. В общем, птичка этим радует. Ну а с чем у нее действительно проблемы, так это с маневренностью. Да, вертолет достаточно большой и неповоротливый. Порой просто не всегда успеваешь уйти от атаки с земли и тебя быстро срезают. Ну, увы, он еще и по габаритам достаточно крупный. Ну а что же там у него по вооружению? Тут полный порядок, хотя опять-таки могло быть и лучше. Прежде всего я говорю о неуправляемых ракетах С-5К. Четыре блока, 128 единиц суммарно. Увы, но С-5 себя показывают не так хорошо. И хотелось бы, конечно же, что-то посерьезнее. Понятное дело, С-8 нам не дадут, но вот С-5КО могли бы ввести. Но, я думаю, этого тоже не случится. Ну и в отличие от того же самого новичка Ми-8, у нас есть баллистические вычислители, поэтому штурмовка становится точной и очень приятной. Ну и если с пятыми мы можем работать сразу же, как только загрузимся в бой, то вот С-24 нам недоступны. Да, нужны очки. Ну а быстро заработав их, мы уже можем вылететь на Ми-24 с четырьмя подвешенными С-24. Эти крупнокалиберные Нурсы – сплошная головная боль для танкистов. Все-таки попадание в цель или рядом с целью – это ангар. Ну и, конечно же, у нас есть бомбы. Либо четыре по 250, либо две пяти сутки. Кто-то скажет «Нахрена они нужны?» Ну и я отвечу «Камрад, ты не прав». Все-таки сейчас есть бомбовый прицел. Раньше его не было. Ну а бомбовый прицел дает возможность точечно выпиливать танкистов. Или даже скопление танкистов. Так что бомбы тут далеко не лишние. Ну и, конечно же, у нас есть управляемое вооружение – Птурфаланга. Четыре ракеты всего лишь. Ну и, как говорится, здесь ты попал в гусельку, здесь в двигатель. И если хотя бы два фрага сделал – уже хорошо. Именно по этой причине я фалангой не пользуюсь. Есть гораздо более весомое вооружение. Грубое, может быть, не такое точное, элегантное, но зато практичное. С другой стороны, если будет подходящая карта, то можно и фалангой пострелять. Особенно по какой-нибудь легкой бронетехнике, либо зениткам. Да, у нас есть ограничения в 4 километра. При этом ракета летит не так, чтобы быстро, но пойдет – 230 метров в секунду. Бронепробитие для этих БРов, и напомню, у нас БР-87 – 650 миллиметров тоже вполне пойдет. Все бы ничего, но четыре ракеты – это крайне мало. К сожалению, но от авиации противника отбиваться нечем или почти нечем. Да, у нас есть носовая турель Як-Б. И вот она-то действительно хороша. Даже по наземке можно поработать. Бронепробитие максимально – 31 миллиметр. Впрочем, в этом плане, конечно же, Ми-24П будет поинтереснее. На этом обзор культовой вертушки подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Всем чистого неба и отличного настроения. Субтитры подогнал «Симон»! До новых встреч!